Под Красноярском построят могильник окончательного захоронения радиоактивных отходов. Такое заявление сделал Росатом в нескольких федеральных СМИ. Известно, что будет хранилище на территории Железногорского ГХК. Андрей Данилин сегодня выяснял, есть ли причины для волнения у красноярцев. На территории Красноярского края, в 30 километрах от Железногорска, будет построен могильник захоронения ядерных отходов. Сегодня такое заявление сделало руководство Росатома. И это страшное сочетание слов «могильник захоронения ядерных отходов» уже вызвал настоящую панику у красноярской общественности. Все понимают, какими катастрофами это может обернуться. И, наверное, это бы не так сильно напугало, если бы не тот факт, что в феврале этого года на территории ГХК в Железногорске было открыто сухое хранилище ядерных отходов, куда теперь на поездах привозят ядерные отходы со всего мира. На самом деле предполагается провести исследование и как объект возможного размещения рассматривается нижнеканский гранитоидный массив. Но прежде чем какие-то решения принимать, планируется создать исследовательскую лабораторию, которая внимательно изучит гранитоидный массив. Гранит является мощнейшим барьером безопасности. Это своего рода естественный контейнмент, который защищает от падения самолета. Это и стало главным аргументом при выборе места, поясняет Петр Гаврилов. Больше вести некуда. К тому же, не скрывает генеральный директор Железногорского химкомбината, специалистами в области хранения ядерных отходов похвастаться могут не все. В нашем крае они есть. Построить экспериментальную лабораторию Росатом обещает к 2015 году, а запустить весь могильник не раньше 2018. Специалисты говорят, проект непростой и очень дорогой. Уже оценивается в 1 миллиард долларов. И эти деньги уйдут в том числе на то, чтобы обеспечить безопасность. Так уверяют атомщики. Согласно федеральному закону, на территории России должны располагаться 8 таких могильников. 7 из них предназначены для захоронения средне- и низкоактивных отходов, и лишь один для захоронения высокоактивных отходов. Именно такой и будет построен на территории Красноярского края. Но как сегодня нас заверил генеральный директор ГХК, вопрос о строительстве могильника еще не решенный. И все жители края смогут принять участие в его обсуждении. И смогут решить для себя, быть могильнику на территории края или не быть. Правда, как будут проходить общественные служения, пока непонятно. Андрей Данилин, Влад Фаткудинов, СТС Прима, Новости.